Привет всем друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами играть на колхозе рассвет И у нас сегодня с вами будет, да как всегда, да? Вот, я всегда говорю, и у нас с вами сегодня будет что-то интересное Действительно, будет интересное Вот, дело в том, что, во-первых, мы с вами посмотрим изменения, которые коснулись этой карты Вон, вы видите, за деревьями у нас появилась силосная база То бишь мы туда с вами свозим всякую продукцию Из нее делаем силос и этот силос продаем Вон оно, смотрите как Довольно-таки неплохо смотрится Вот, там даже у нас с вами две точки продажи, потому что огромные бункеры Но мы, может быть, если время у нас с вами будет, мы туда с вами смотаемся Дальше, сейчас мы с вами едем, убираем солому вот этим вот новеньким нашим прицепом Действительно, он неплох Пускай не так много он загружает, всего 12,5 Но все же больше, чем тот китайский прицеп, который у нас с вами был Ну и, собственно говоря, вот этот механизм мне нравится То есть тут у нас никакого читерства Все четко Так, но, конечно же, не это самое главное Вот, а то, что у нас с вами Так, ну давайте мы проверим сейчас Посмотрим, что тут у нас делается на поле с кукурузой Так, вроде бы как работа движется Вот, здесь тоже у нас с вами костик работает Дальше Я решил все-таки работать на песке Потому что песок у нас, так как карта обновлена То песок у нас теперь стоит сущие копейки Вот этот вот грузовик с двумя прицепами на 30 тонн Он зарабатывает что-то меньше 1000 долларов Короче говоря, с одного рейса Вот, поэтому пускай работает Что техники простаивать Вот, но не это главное А главное и самое интересное то, что вы видите Что у нас появился с вами ЗИЛ ЗИЛ ММЗ Вот такая вот штука Вы только взгляните на это Вот такая штука Вот старенький Но тем не менее на ходу Вот, в прекрасном состоянии И что самое интересное Это то, что у нас с вами Смотрите, сколько прицепов к этому ЗИЛу Просто загляденье Вот, а история появления этого ЗИЛа С прицепами такова Пришел ко мне Сидорыч Вот, и сказал, что однокашник его Тоже тезка, кстати Из соседнего колхоза Вот, в общем, получил он в наследство Купил тоже, как и мы с вами Этот самый колхоз Вот, и Увидел, что в гараже стоит вот такой вот ЗИЛ Вот, всю технику, которая Типа нашего МТЗ Там и все остальное Он продал А вот этот у него рука просто не поднялась Потому что взгляните, как он хорошо сохранился Вот, ну что и неудивительно Потому что председатель колхоза Берег этот автомобиль Выезжал только по праздникам на нем Никому не давал на нем кататься В общем, пришел он с таким предложением Сидорыч Обменять наших 40 коров На вот этот вот комплект ЗИЛ и Комплект Прицепов разных Вот, и знаете, что я Все-таки Отдал коровок 40 коров у нас с вами было Теперь у нас по нулям Плюс еще 10 овец В довесок ему дал Потому что, ну, я просто не мог сдержаться Но вы только взгляните На эту технику И великолепный Просто великолепный Комплект Прицепов К этой технике Вот, ну и мы сейчас с вами испытаем Этот ЗИЛ И в частности Вот эту вот Будку Для перевозки Свинок Вот, у нас там свиней Довольно-таки много Уже скопилось Вот как раз мы с вами и посмотрим Насколько все это Ну, в общем-то, я уже проверял Конечно же, да Вот, насколько все это Выгодно было И стоило это все делать Так Давайте мы сейчас Подъедем Загрузим Съездим Сразу же Посмотрим на мясокомбинат Денежки посчитаем Вот, ну и я, конечно же Нарисовал нашему Костику Курс Вот, поэтому мы можем Буквально со стороны Теперь смотреть На все это дело Вот у нас свиньи В низком старте стоят Вот они загружаются Мы видим 16 свиней Помещается Это, конечно же Не та куча 40 свиней, кажется Помните, у нас там был прицеп Мы брали его в аренду Потому что он Двухэтажный был Вот Но вполне Я думаю, что нам этого хватит Вот этих вот 16 свинок За один рейс Тем более, что Костик Просто прекрасно Справляется со своими Обязанностями На этом зеле Ну, кто бы Кто бы сомневался Вы только взгляните Да, я просто не знаю Мне нравится Даже зеркала У нас здесь с вами Работают Вот Такие вот Маленькие Как на велосипеде Буквально Но, тем не менее Что-то там они показывают В общем, Костику хватает И зеркал И всего хватает Ну и, конечно же Как же без кассетника Вот Кассетник Высоцкий поет Красота Да, кстати Вот Из кабины Вроде бы как Мы в каком-нибудь танке Едем, да Если посмотреть На нашего Костика Вот Как он тут Ну, в общем-то Видать ему Да, вот В это окошко Нужно Пригинаться Да, чтобы увидеть Что-нибудь Вот мы видим Но здесь более-менее В общем Я рад Я рад Что Сидорыч Он такой парень Знаете Он всегда С какими-нибудь Идеями приходит Вот Я рад Что он пришел Ко мне с такой идеей И что я Собственно На согласился Не пожалел Наше стадо С вами Я думаю Что стадо Мы с вами Еще сделаем А такой Зил Попробуй где-нибудь Купи Вот Если откажешься И его на металлолом Просто отвезут Жаль же технику Рабочая же техника Да Вот Ну и Не ржавая Абсолютно Так Давайте мы взглянем Цены, финансы Статистика Что у нас Вообще есть Так Баланс Вот они Коровки И коровок Нету Совершенно Нет коров Овец Тоже Я же говорю Что я отдал И овец На Забирай овец Только дай мне Покататься На зеле На этом Стареньком Так Куры Одна И 40 У нас С вами Свиней Вот У нас Много Чего есть На свиноферме Поэтому туда Можно будет Не ездить Не смотреть Что нужно туда Докидывать Вот А я думаю Что поголовья Коров Мы все-таки С вами восстановим Обязательно Восстановим Туда Добавим Всего Привезем Короче говоря Все у нас С вами Еще будет Все только Начинается Мне кажется Это уже На 30 Какой-то Там серии Да Да Несмотря на Выход Фермер Симулятора 15 Мы с вами Конечно же Будем продолжать Вот эту Вот карту Не будем Ее бросать На полдороги Вот Все-таки Поднимем Колхоз Вот Я так думаю Что Как я говорил Раньше Там Сотню коров Ну Сотню Не сотню Может быть 200 250 Где-то Так Вот Чтобы Действительно Это был Колхоз А не Просто Какое-то Вот Стадо Непонятное То ли Но Половина Сдохла То ли Половина Убежала Куда-то В лес Да Сотня Коров Что это Для Колхоза Это Обыкновенное Село Даже Не средние Руки С таким Стадом Вот Поэтому Мы Будем С вами Стремиться Наверное Все-таки К 250 Коровам Самое Главное Чтобы Сидорич Не пришел Еще С каким-нибудь Предложением Может Там у того Председателя Колхоза Может Еще Что-то Завалялось Интересное И он Только Глядит Чтобы У нас Коров Выманить Вот Поэтому Мы Сейчас С вами Свиней Продадим Чтобы У него Глаз Знаете Он Не положил На свиней Хотя бы На наших Вот Посмотрим Сколько За Них Дают Но В общем Мы С вами Знаем Что Много Дают 27 Тысяч Сейчас У нас Вот И Выгружаем Вот Открывается У нас Ворота И Свиньи Маршем Выходят Вот Отлично Десять тысяч Больше Десяти тысяч Мы С вами Заработали Просто Так Вот Практически Просто Так Вот Мне Нравится И Нравится То Что Костик Все Понял Все Правильно Вот Он Делает Ездит Мы Можем Спокойно Не Думая О том Что Он Где-то Тут Застрял Вот Положиться На него И Он Будет Работать Пока Всех Свиней Не Продаст Пока Он Не Успокоится Я Вот Но Мы С вами Еще Один Рейс Сделаем Вернее Костик Сделает Еще Один Рейс И Наверное На этом Закончим Потому Что Ну Совсем Всех Уж Продавать Как-то Не Интересно Пускай Хоть Кто-нибудь У нас Там Будет Шевелиться На Ферме Так Хорошо Давайте Мы Взглянем Что У нас Тут Делается Работа Кипит Как Ей Положено Собственно Говоря Отсюда Вот Виды Просто Потрясающе Открываются И Население И на все Поля Вот этот Вот Холм Здесь Бы Конечно Какой-нибудь Дом Построить Фермерский Да Огромный На холме Дом на холме Буквально Так Вот здесь Вот у нас Есть небольшая Проблемка Проблемка В том Что Нужно Вот так Вот Отъезжать И потом Подъезжать Назад Чтобы он Дальше Загружал Вот Почему-то Вот он Грузит Потом Между Автомобилем И прицепом Вот А если Вот так Вот Мы с вами Сделаем То тогда Мы можем Продолжить Путь Но я считаю Что это Небольшая Проблема Так Хорошо Что у нас Тут с вами Делается Я хотел Посмотреть Вот Что у нас С вами Делается Тут у нас Застрял Застрял Наш водитель Хотя Раньше Раньше У него Такого Тут Не было Такой Проблемы Ладно Мы с этим Разберемся Да Так вот Мы с вами Приехали К Вы поняли Да Что это Такое Это у нас Миксер Вот Для тех Кто не видел Не знал Не смотрел Вот он У нас Такой Вот Миксер Сюда Мы Загружаем С вами Солому Пока Что Возим Да Вот Ну Все Как Всегда Все Ингредиенты Мы сюда С вами Загружаем И отсюда Получаем Моносмесь И тут же У нас Вот Рядом Есть Склад Если у нас Чего лишнего То вот сюда Вот мы С вами Выгружаем Все Подписано Все Правильно Сделано Ну и тут Вот Свиноферма Рядом Короче говоря Красота Вот Значительно Лучше Я считаю Того Миксера Который У нас С вами Был Вот Пускай Он и Современный Но Вот Этот Как-то Как-то Не знаю Как-то Мне Больше Нравится Так Поехали Выгрузим Сейчас Вот Сюда Вот Нас Солома Понятная Трава Сено И Силос Вот Но Чтобы Силоса Погрузка Завершена Это У нас Ругается Это Это У нас Ругается Там На Карьере Сейчас Мы Посмотрим Я хотел Посмотреть Как Выгружается Тут Довольно-таки Занятно Анимировано Вот Цепями Такими Вот Выдвигающимися Все Все Дело Сыпается Так Ну Ладно Поехал Наш Костик Дальше Так Убираем Вот Эту Табличку Ехать По Назначенному Пути Вот Хорошо Вот Теперь Все Хорошо Тридцать Одна С Половиной Тонны У нас С вами Песка Вот И как Я уже Сказал Там Что-то Около Тысячи Даже Может Быть И Меньше Мы С вами Получаем Ну В общем То Это Все Правильно Вот Теперь У нас Все Правильно Ну И Камаз У нас Тоже Сидорич Хорошенько Поработал С ним С Этим Камазом Поковырялся Что-то От Велосипеда Туда Поставил Внутрь В общем То Теперь Так Газы Застряли Теперь У нас Камаз Летает Буквально Вот Пришлось Даже Немножко Ему Ограничить Скорость В Тридцать Пять Километров Час По Дороге Иначе Он Тут На Поворотах Всех Куреби Передавил Вот Да И Пешеходов Тоже Он Разгоняется До Восьми Десяти Спокойно И Летит Буквально И Свиней И Поехал На Продажу Здесь У нас Небольшие Терки Начались Решили Перекурить Костики Братья Близнецы Так Поехали Поехали Давай 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 Да Не туда Не туда Родной Нужно Ехать Да Ты Сообразишь Куда Ехать Или Нет Или Вы Там Не Только С Костиком Терки Терли А Остаграмились Наверное Нет Все В Порядке Вот Стоило На него Прикрикнуть И Он Поехал Сразу Так Хорошо Давайте Мы Выскакиваем Где-то Вот Здесь Вот Вот Смотрим На Это Печальное Зрелище Только Дух Коровий Тут И Остался У Нас Соня Нет Коровок Так Ладно Сделаем Прицеп Взлетел У Нас Кажись Ветром Его Занесло Буквально Смотрите Так Окей Я Так Думаю Что Опять Застрял Пробки Да Что Ж Такое Действительно Я Говорю Что Наверное Все Так Остаграмм Лись Парни Что Один Что Второй Пускай Наберется Сейчас Отправим Его Дальше Иначе Сейчас Опять же Где-нибудь Тут Что Станет Глаз Так Осип Куда 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 Небудь Вот сюда Сейчас Выйдем Еду Еду К комбайну Зачем Ты К нему Едешь Дружище Скажи Мне Зачем Ты Комбайн Просит Остановиться Да Нет Это Что-то Какая-то Глупость Явная Комбайн Пускай Едет Он Пустой Все равно Ему Хочется Ему За комбайном Проехаться И все Но не дали Ему Проехаться За комбайном Вот теперь Ему Хочется Ну Езжай Езжай Давай Так Хорошо 67 литров Кстати Нужно Будет Заправить Не забыть Давайте Мы посмотрим Что тут У нас Едем Выгружаем Очередную Партию Свинок И у нас Вот как-то Так Подросло Смотрите 40 тысяч Уже Красота Вот Красота Когда мы С вами Можем Работать Буквально Везде Все Все что есть Все продавать Все складировать Вот Ничего У нас Вроде бы Как Не пропадает Теперь солома Мы тоже Убираем С поля Будет У нас Моносмесь В конце концов Ну и осталось Конечно же Как я уже говорил Осталось Теперь с силосом Поработать Вот Хорошенько И наверное Мы сейчас Поедем Взглянем Просто Посмотрим На саму Эту силосную Станцию Вот они Свинки Улепетывает 49 тысяч Да 10 тысяч Там С копейками У нас Получается За 16 Свиней Вот Даже у нас Смотрите Спидометр Работает В этом Зеле Круто Вот Я все больше И больше Радуюсь Что я его взял Даже шторки Есть Я же говорю Что Председатель Вот Колхоза Прошлый Да Хорошенько Ухаживал За этим Ну наверное У него Личного транспорта Не было Поэтому Он По делам Брал Вот это Вот Иногда Так Ладно Что у нас Там со свиньями У нас Должно быть Там Немножко Остаться Статистика Статистика Коровы Овцы Куры Свиньи 26 штук Ну Я думаю Что пускай Еще одну партию Мы можем С вами взять И потом Десяток У нас Останется Вот И Костик Остановится Скорее всего Будет просто ждать Когда появятся Свинья Добавочные Поэтому Мы наверное Даже не будем С вами сейчас Особо Отменять ему Пускай Катает Так Хорошо Вот И давайте же Мы смотаемся Все таки Смотаемся Все таки Посмотрим Да вот На этом тракторе Вот Все вроде бы Как у нас При работе Все заняты Вот Но я хотел бы Все таки Взглянуть Конечно же На Силосную базу На нашем Ну и так как Трактор у нас Этот свободен Стоит То мы можем Вполне себе Это позволить Сгонять И взглянуть Да И Вы помните Что у нас Тут с вами Вот Есть тепличка Вот эта вот В которой Уже все засохло Все В общем-то Ничего там уже нет Все из-за того Что мы с вами Забыли об этой теплице Воду туда не возили Навоз там Давным-давно Закончился Ну и ладно Теплица есть Семена есть Мы всегда сможем С вами Там Дальше В общем-то Разводить помидоры Или что там У нас с вами было Сейчас посмотрим На эту станцию Биостанцию Биогаз Биосилос И вообще Все такое Все такое Вот Нужное Нам И в общем-то Мы с вами На этой карте Обзавелись Практически Всем Действительно Что нам Нужно Вроде бы Как больше Ничего И такого И не надо Моносмесь Вот так Так Давайте Сглянем Как все Это выглядит Выглядит Довольно-таки Неплохо Вот Завод Биогаз Даже Сабайло Есть Смотрите Кстати Сабайло Есть у нас С вами Вы видели И на Свиноферме Теперь Просто так Свиней У нас Никто не сворует Вот Такие Вот Огромные Буквально Ямы Тут у нас С вами Для Силоса Буквально Действительно Что закатывая Рукава И работай Чтобы их Наполнить И Вот Она У нас Вот Это Приемная Станция Так Вот Выглядит Немножко Ржаво Но Тем не менее Она Работает Вот Работает Ну и Вот Это Понятное Дело Что Здесь Мы С вами Получаем Жидкий Навоз Бочка Товой Гляди Развалится Облупилась Краска Вот Ну и Здесь Вот Мы Видим Что Тут Наверное В газ Превращается Все Это Дело Закачивается Вот Какая Такая Штука Скорее Всего Сжижает Этот Газ Вот Здесь Вот Бродит Все Да Я Подозреваю Вот Отсюда Поступает Газ Здесь Он Сжижается Дальше Поступает Вот Эти Вот Бочки Давайте Поднимемся Посмотрим Вот И Здесь Уже В жидком Состоянии Он Хранится Вот И Отсюда Наверное Автомобилем Каким Нибудь Он Увозится Вот Но Этого Я Не Видел Уже Самое Главное Что Деньги Дают Засилась Нам Дают С вами Деньги Большего Мне И Не Надо Так А тут У нас Чего Тут У нас Тут У нас Ну Тут Сидит Наверное Тетка И Смотрит Чтобы Тут Какой-то Проблемы У нас Не Было С С Этой Станцией Все Таки Газ Ж Ну Что Ж Вот Такая Вот Штука Вот Такой Вот У нас С вами Завод С той Стороны То же Самое Вот То же Самое Потому Что Действительно Это Завод Смотрите Какой Обширнейший Огромный Вот И Откуда Мы Захотим Оттуда Собственно Говоря Будем Завозить Или Отсюда Или Оттуда Где Ближе Где Ближе Будет Кукуруза Вот Там У нас И будет Заезд И Еще Тут У нас Такая Вот Такой Нюансик Небольшой Дело В том Что Вот Эти Вот Ямы Немножко Нестандартны То есть Они Не 600 Тон А 900 Тон Каждая Представляете Себе Да Какие Здесь Объемы Для Того Чтобы Их Наполнить Вот Эти Вот Полностью Какой Огромный Объем И Сколько Денег Да Деньги Конечно Это Все Из-за Денег Все И Крутится В этом Мире Так Давайте Мы Посмотрим Вот Тут Вот У нас Поле Прохлаждается Довольно Таки Большое Поле Я бы Вам Сказал Да Так А ну Ка Давайте Мы Посмотрим Я Как-то На этом Поле Никогда Не Был Откровенно Говоря Вот Оно Такое Самое Отдаленное Наше Колхозное Поле Здесь бы Конечно Засеять Вот Именно Для Вот Эта Для Станции Биогаза Здесь бы Засеять У нас С вами Кукурузой Вот Дело В том Что У нас В магазине Опять же Вот У нас Появились Такие Интересные По-моему Штуки Так Уборочные Машины Дон 1500 У нас Появился Дон 1500 А4 Этот Тот Который Был И есть У нас С вами ПКН Какой-то Вот У нас Тут С вами Есть Вот Но Я не Это Хотел Я Хотел Вот Он Дон 680 Смотрите Для Скашивания Трав И силосных Культур В том Числе Кукурузы В фазе Восковой Спелости Зерна Подбора Массы Из волков С одновременным Измельчением И погрузкой В транспортное Средство В общем Это крутая Штука Это как Крон Вы помните Да Который Силосный Комбайн Вот Это То же Самое Вот У нас Жатки Для Кукурузы 3,5 метров Вот Он Дон Мы С вами Его Покупаем За Сколько Тут У нас 30 Тысяч Да И Вперед С песнями Вот Вперед С песнями С прицепом Подъезжаем Выгружаем И туда Короче говоря Мне кажется Что у нас С вами На вот Этом Вот Поле Будет Работать Вот Этот Дон Вот И Отсюда Ну Совсем Вот Рядом У нас Это Станция Биогаза Вот Мы Вполне С вами Я так Думаю Что Быстро Здесь Справимся Вот Но Для Того Чтобы Здесь Поработать Хорошенько Кстати Вот Это Поле То же Самое Мы Можем Сделать Вот Даже Единый Курс Мы Можем Написать Для Вот Этих Двух Полей Вот Смотрите Два Огромных Поля Под Кукурузу Вот Как Раз Под стать Нашему Силосовому Заводу Вот Эти Два Огромных Поля Тут Нужно Будет Работать Наверное Несколько Дней В поте Чела Чтобы Их Полностью Обработать И Собрать Ну Тем Веселее Тем Лучше Тем Больше У нас Будет Сила Сойти Денег В конце До Концов И Тогда У нас Колхоз Из Захудалого Какого Нибудь Да Превратится В передовика Производства По всей Стране Будет Греметь Буквально Так Ладно Хорошо Думать Так Вот Делить Шкуру Неубитого Медведя Мечтать Работать Кто Будет Мечтать Там Мы Все С вами Горазны А Работать Никто Не Хочет С Дивана Она Как То Знаете Мечтается Всегда Лучше Всего Вот А я бы То Сделал Я бы Это Сделал А когда Ходит Дело До Работы Так Тут Как-то На диване Лучше Мягче Да Еще Зомби Ящик Что-нибудь Вещает Там В Фоновом Режиме А Да Ладно Мы С вами Фермерствуем Вот Едем Тогда Сейчас Мы За Покупкой Селки Для Кукурузы Вот И Начнем Мы Эпопею Действительно Такую Огромную Часть Работы Мы С вами Начнем Засеивать Будем Вот эти Два Поля Под Сначала Конечно Придется Его Это Поле Собрать Соломку Так Кстати Насчет Где-то Там У нас Опять же Застрял Да Вот Собрать Соломку И Культивировать Ну А второе Поле Нам Нужно Будет Сейчас Засевать Буквально Сразу Мы Будем Засевать Вот Еще Наверное Какой-то Трактор Придется Прикупнуть Или Может Быть А вот Этот Наш Не Сработает К700 С Культиватором Было бы Недушственно На что-то Я сильно Сомневаюсь Что у него Там Будет Такая Возможность Да Работать С культиватором Давайте Сбегаем Посмотрим Задом Наперед Он будет Ездить В таком Случае Вот Ну Цыплялка Есть Но Это Просто Цыплялка Без Гидравлики Да То есть Не опустить Не поднять Ничего Он не сможет То есть Ну Вот этот Вот Аппарат Конечно же Будет у нас Работать Там Там Мимо Место Не здесь Здесь Можно Вилами Помахать Собственно Говоря Тут Немного Тут Такие Вот Ямы Такие Небольшие Да и Коров Нет Если Уж На то Пошло Так 60 тысяч У нас С вами Приросло Вот Буквально Да Мы С вами Заработали 40 тысяч На пустом Месте Ну Как На Немножко Там Капнуло С песка Вот Но все равно Приятно Вот Теперь Мы можем Хоть что-то С вами Делать Хоть Какую-то Технику Покупать Выбирать Что-то Планировать А не Просто Заходить В магазин И облизываться Так Ладно Кстати Вот у нас Тут Два Маршрута А Зил Поехал Все равно Повез Наверное Свиней Даже Десяток Повез Я так Подозреваю Вот Вы видите Что у нас Тут два Маршрутки Такие Вот Желтого Непонятного Морского Какого-то Цвета Вот Одна Маршрутка У нас В петушке Работает Прекрасно Вот Сразу же Сбербанк Чтобы деньги Ложить На счет Когда у нас Он Появится Этот счет И денег Много Чтобы Совсем уж Лишнее Чтобы мы Не знали Куда С вами Их Девать Вот Тут у нас Сейчас Наверное Выгружает Потому Что-то Давненько Его тут Не видать Было Один Петух Тут у нас Ходит Яиц Скорее всего Нет Естественно С петуха Какие яйца Так Я хотел Посмотреть Вот он Наш Красавец Застрял Но Это Как я уже Говорил Это Довольно Таки Легко Решается Корректировкой Курса Я Обязательно Скорректирую Чтобы он Здесь Не застревал Нормально Работал Вот Потому Что Нам Поле Это Срочно Нужно Очищать От Соломки И Может быть Даже Частично Мы ее Будем Продавать Когда Вот Сюда Побольше Насыпем Вот Вы видите Да Вон Она Подымается В этой Трубе То есть Заполнение Уровень Заполнения То есть Тут еще Один раз Приехать И все И Полный У нас Уровень И сюда Она Не будет Приниматься Здорово Что мы Можем Видеть Сколько Еще Мы Можем Сюда Привезти Вот Поэтому Наверное Еще Одну Партию Партию Привезем А Следующие Мы Будем Уже Тогда На Продажу Продавать Еще Денег Будет Так Хорошо Давайте Мы Взглянем Что Тут У нас Зелом Нашим ММЗ Вот Он Загрузил Десяток Свиней Выгрузил Всех Буквально Да Давайте Мы Остановим Водителя Вот Пускай Теперь У нас Опять Там По Нулям Свиней Вот Пускай Они Там Размножаются Кормов Полно Вот Где Нибудь Тут Вот Так Вот Поставим В теньке Чтобы Свиньи Там Наши Не Изжарились К тому Времени Когда У нас Появится Еще Шестерка Свиней Чтобы Их Продавать Так Вот Так Вот В кустиках Хорошо Так Посмотрим Тут У нас С Камазом Кажется Да Вот Такая Трабла Небольшая Как я Уже Говорил Что Вот Он Один Прицеп Загружает И Потом Вот Решает Что Куда То Короче Говоря Мимо Куда То Сыпет Нужно Подъехать Отъехать И Опять Загружаться Так Здорово Вот Подъезжаем Забираем Покупаем Селку Но Я так думаю Что это будет Уже В следующей части Мы с вами Купим Селку Поедем Обрабатывать Поле Ближайшее То которое Мы с вами Видели Огромное Широченное Вот Ветром Занесло У нас тут Кверху Колесами Перевернуло Буквально Вот Ту Штуку Разбрызгиватель Удобрений Вот Ну и Посмотрим Насчет Трактора Деньги Есть Какой Нибудь Может быть Недорогой Может быть Нам Ети Хватит Но Посмотрим Короче Говоря Вот Все Это Будет В следующей Части Я На этом С вами Прощаюсь Всем Удачи И Пока